Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брушковский От пограничной до Харбина 17 июня Вся длина восточной ветки от Харбина до Владивостока 513 верст Первую половину ямы проехали днем, вторую, ночью С тем, чтобы на обратном пути днем проехать вторую Утром мы начинаем осмотром станции пограничной По обыкновению все где-то скрыто В глаза бросается только небольшая станция до 2-3 здания на возвышении Не долина даже, а щель, напоминающая ущелье Севастопольского вокзала Несколько зеленых холмов закрывает вид туда, дальше, где прошла уже уссурийская дорога И кажется, что там ничего, кроме таких же зеленых холмов нет Я стою и с завистью думаю, что 200 верст всего отделяет теперь меня от Владивостока Но это уже район генерала Леневича Искрипя сердце, я смотрю, как в другой стороне щели На поворотном кругу уже поворачивают наши вагоны Кофе пить, пожалуйте Я иду в вокзал Мы пьем кофе и знакомимся с несколькими военными и инженерами Начальником уссурийской железной дороги и его штабом Они тоже приехали сюда с осмотром и теперь едут назад во Владивосток Знакомимся мы, между прочим, и с полковником П Бравым военным корреспондентом Большой Петербургской газеты Жаль, что вы не можете доехать до Никольского Я дал бы вам массу материала А что вы в Владивостоке? Пустыня 21 июня предельный срок, назначенный уезжать всем лишним людям Женщинам, детям Могут оставаться только те, кто внесет определенную сумму на свое содержание или натурой Кажется, 10 пудов муки, 2 пуда круп и прочее в этом роде Продукты и жизнь вообще дороги? Как на что? Квартира, за которую платили без мебели 900 рублей, теперь с мебелью 150 Экипажи, стоившие 700-800 за 200 рублей А полфунта сахара с трудом найдете Говорят, у торговцев теперь 10-20 пудов во всем Владивостоке не найдете Керосина тоже совсем нет Как адмирал Скрыдлов Отлично выглядит, бодрый, свежий, настроение вообще повышенное Привезли пленных японцев Что же они говорят? А Яма правда утонул? Нет А осадные орудия, которые везли для порта Артура? Мы вам, отвечают, не ваши европейцы, чтобы рассказывать, что у нас утонуло Между прочим, приехал среди пленных Киешиумеда Он жил до войны в Дальнем, был представителем большой цементной фирмы Так там, в Дальнем, у него свой дом, со всей обстановкой Его очень любили, он отлично говорит по-русски Если делаете ему заказ, после расчета привезет какой-нибудь ценный подарок и удивляется, почему не берут его Война и его захватила врасплох Сперва он все говорил, что войны не будет Но в последний раз, возвратившись из Японии всего за несколько дней до войны, грустно говорил Пожалуй, будет месяца через два, но продолжится не больше трех месяцев А тут вдруг война, и ему пришлось в несколько часов выехать Он просто запер на замок дом и ключ передал Казигирею Вероятнее всего, говорил он, уезжая, я приеду в качестве переводчика И действительно, он и ехал переводчиком в Дальней на потопленных нами транспортах Едет грустный Англичанина, командира транспорта, провезли Он выходит на станциях, за ним два солдата Держит себя важно Ест много, как настоящий англичанин А японцы? Тоже уверенно держатся, но представительности нет Очень уж их природа обидела красотой и фигурой Хотя вот по горам лазят, как козы Положим их амуниция облегченная Рубашка, портки, легкие сандалии, ружье, патроны и все Остальным кули, как олени, навьючины А это дает их войскам возможность обходить по таким крутизным позициям Которые всеми другими армиями считались бы неприступными Под Тюринченом, например Эпидемии нет Пока никаких, если не считать ничтожного процента желудочных заболеваний А на юге? В этом отношении идеальное положение Из двух тысяч привезенных при мне только 16 желудочных Остальные? Раненые, несколько ревматиков Состояние армии в санитарном отношении прекрасное Это самое главное Самые большие убыли в сражениях Ничто в сравнении с эпидемиями Когда на юге ждут боя? Когда я там был, говорили через 8-10 дней Значит, на этих днях? А где? Теперь, очевидно, уже все изменилось Я слышал тогда, что около Гайджоу Правда, что взяли 40 пушек? Я слышал, что генерал Мищенко вчера отбил 7 Где Владивостокская эскадра теперь? Опять ушла в море Как удалось поднять богатыря? Они сели носом, разгрузили, сняли орудие Корму наполнили водой и сняли Теперь он в долге Надолго? Не знаю, на месяц, говорят Думаете, Владивостокская эскадра соединится с Артурской? Говорят Все ведь только говорят то, что сами желают Так вот, говорят, что, может быть, от Гензана попробуют прийти в Артур В общем, все-таки все эти «говорят» рисуют настроение Очевидно, подъем есть Несомненно Войска, которые проходят здесь, на юге В смысле настроения, не оставляют желать ничего лучшего Наш поезд готов Итак, вместо постройки Крымской дороги Вы теперь едете на юг Где, может быть, не сегодня, а завтра Мы прощаемся и разъезжаемся в разные стороны Я смотрю вслед уходящему поезду на Уссурийской дороге И опять думаю Часа через четыре при такой удобной оказии И уже был бы во Владивостоке Сколько-то перемен в нем с девяностого года Когда я был там А наш поезд уже громыхает по стрелкам Щель развертывается Я вижу теперь скрытые богатства восточно-китайской дороги Целый город построек для жилья, для складов Вот церковь Все из камня, но церкви везде деревянные Только в Лиояне, впрочем, из кирпича И только в Лиояне и оригинальная архитектура церкви Все же остальные деревянные Самые незатейливые конструкции Бедные и даже очень бедные деревни С другой стороны, в местах Из-за обладания которыми И вся настоящая война разгорелась Странно было бы и начинать С каменных церквей Пограничное скрывается И кругом там опять только зеленые бугры До долинки, в которых теперь везде вода И сегодня, как и вчера, как целый месяц уже Льет и льет И вода выступила из берегов Подошла к насыпям Рекой бежит по кюветам А из откосов и выемок Бьют со всех мест новые фонтаны Вот тут и справляетесь Когда весь грунт в кисель превращается Ведь потоп сорок дней продолжался А здесь девяносто, сто Я сегодня всю ночь не спал Говорит начальник участка Только что люк было На сороковой версте начался размыв Сейчас же тревогу Через четверть часа поезд подали Скоро На каждом участке у нас поезд Стоит с полным оборудованием Шпалами, рельсами, мешками, инструментами Люди по имену назначены По тревоге люди и поезд Должны быть готовы через четверть часа Если долго все обстоит благополучно Фальшивую тревогу делают Чтоб не отвыкали Ну и что ж Успели исправить? Успели Я часа два с ним пробовал И поехал назад над резиной Чтобы успеть попасть назад К отходу вашего поезда Смеется На свежем воздухе Можно и три ночи не спать Это вот кабинетные работы Да еще зимой не выдержишь Лицо загорелое, здоровое Никаких следов бессонной ночи А вы все-таки скоро на дрезине попали? А у меня особые дрезинщики-хунхузы Везут со скоростью поезда Я их еще с постройки взял Ни за какие деньги не отдам Я на них делаю по сто верст Пятьдесят проеду, покормлю Выпьют полбутылки водки И дальше А так не пьют совсем Опья не курят Курят только табак Из китайских кальянов Прекрасно ходят за дрезиной И один непременно безотлучный при ней Пограничники, чуть зазеваешься Подхватят и угонят дрезину Дожидайся их потом А мои хунхузы никогда не отдадут И драться пробовали с ними Крик поднимут Всю станцию всполошат А дрезину отстоят А вообще как насчет хунхузов? Появились опять Шпалы на путь кладут Стреляли как-то в поезд Но все благополучно Только вот на дайм-отцу Перестрелки Жену дорожного мастера На прошлой неделе убили А на количестве рабочих Появление хунхузов не отразилось? Очень отразилось Пришельцы с ночи Все почти ушли Время самое горячее К нам прибыло 500 русских рабочих Хотите? Что я с ними буду делать? Помещение им дай Обязательно Горячим на корме? Непременно В дождь не пойдет? В такой, конечно, нет И с едой в сутки Не меньше двух рублей Около того А китаец Пятьдесят копеек Теперь поднял только на шестьдесят копеек Еще подниму И на семьдесят пять копеек Буду иметь сколько угодно И ничего больше И поднимать не приходилось Бодовод, что делают Нужны рабочие Пограничникам Интендантам В Красный Крест Придут к нашим Артелям Набавят и уводят По их справочным ценам Хотя вдвое Вот восемьдесят девятая верста Здесь было большое сражение В 1900 году Китайцы занимали эту деревню Вон еще остались окопы Деревня и долина Проносятся перед нами А вот здесь Вот на том пригорке Где стоит фанза Они укрепились Пушка была у них Многие обходят кругом пригорок Это отдельная неприступная скала Которую омывает почти кругом река Долго держались С тех высот Наша артиллерия пришла И разгромила это гнездо И долго еще мы видели В лучах вдруг Выглянувшего Из-за туч солнца И скалу И долину И широко разлившуюся реку Такой высокой воды Еще не было Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok